И добро пожаловать в нашу новую серию телепередачи Квартирный ремонт в городе Жапа Сливка Естественно с вами я, ваш неповторимый, оригинальный и конечно же немножечко странный прораб Эдуард Здравствуйте И сегодня нам с вами предстоит отремонтировать мою халупу, которую я уже собираюсь отремонтировать примерно последние серии, так 5-6 Я хочу, чтобы у меня был здесь личный, свой собственный, не бабы-любы, а сральник С идеально гладкой покрышкой и идеально шерстяной туалетной бумагой Чтоб был свой уголочек, где я могу поиграть в компьютер, был свой уголочек, где я могу посмотреть киношку, где я могу поспать, а то я сплю У меня над башкой рыба вяленая висит Вы знаешь, когда рыба ночью тебе сваливается на лицо, и ты сначала мини-инфаркт такой ловишь, а потом просыпаешься и оказывается, что это просто рыба тебе на лицо упала Просто рыба во сне на лицо упала Ну как-то не очень, да? Единственные вещи, которые здесь хороши в моем гараже, это писсуары и три освежителя пердежа Чем больше освежителей пердежа, тем больше счастья Тома Поэтому перед тем, как мы с тобой отправимся на свидание бабы Любы Да-да-да, если ты не смотрел предыдущую серию, в предыдущей серии Дедуган пригласил ее на свидание Вот, мы прямо сейчас отправимся на свидание, она ждет своего Дедугана, а пока она это делает, я сделаю гараж своей мечты Любой Семеныч обзавидуется Приступаем В каждом доме должно быть счастье А естественно то, что счастье в дом приносит только сральник Чистый, с хорошей туалетной бумагой А чтобы залезать в этот сральник, естественно, нужна лестница Я так подумал, что эта яма мне не нужна, потому что какой-то огромной машины у меня нет, чтобы ее очинить Поэтому я ее залатаю, а чтобы место не пропадало, я здесь делаю идеальное коронное место для того, кто любит посидеть на белом коне А если вдруг быстренько припучит, ты берешь такой, забегаешь, опа, сразу открываешь люк, падаешь вниз, садишься и делаешь свои важные дела Потом так же встаешь, закрываешь и вылезаешь Ну, ну разве не идеально? И реально место не теряется Эту колымагу я вынесу сюда, я, кстати, забыл то, что у меня как бы две тачки есть И одну из них мне, наверное, нужно будет толкнуть В этом углу я планирую сделать себе чил-зону А для чил-зоны мне, естественно, понадобится диван, естественно, понадобится телевизор, пульт и стойка для телевизора Все это я проверну вот так, диван за сандалию вот сюда, сюда и здесь В самом центре у меня будет стоять телевизор Возле каждого дивана, естественно, должен стоять освежитель придежа Как же без этого? На этом диване и я фыцкать буду иногда, и бабушка Как бы все мы взрослые люди, все мы понимаем, как сидеть правильно на диванах И все мы фыцкаем А, подождите, у меня же здесь второй туалет был Два санузла в доме, два санузла в доме Ну как бы я живу не в каком-то там реально гараже Я живу в настоящем особняке Второй туалет у меня будет унитаз Ну где-то вот здесь, здесь баба Люба будет сидеть, вот так У меня есть еще второй телевизор, который я потом засандали куда-то в другое место Но, гантели Естественно, то, что для того, чтобы клеить телочек, нужно качать бицуху А чтобы бицуха была хорошая Милок, ну шо ты Ладно, продолжим Продолжим в следующий раз Иду, бабуль, иду Ну че, пришел? Уже пришел или не пришел? А то как-то мы ждем его, ждем, 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 ждем Так, это я куда-то вот сюда уберу Пришел, бабуль? Да сколько можно? Тебе не кажется, что что-то не так идет, а? Он вроде как бы тебе пообещал то, что придет А че-то его нет, нет, уже реально середина дня Дедуган до сих пор не появился Балаклава эта чешется Вроде как позвал, а сам задний ход дал Не приезжает Ладно, подожди, я сейчас туда к тебе поднимусь Бабуля, маникюр сделала? Сделала, кучер себе нашпилила Кучери себе сделала тоже Ждет деда, дед пригласил на свиданку, а сам не появляется Бабуль, тебе самой еще не надоело здесь на гараже торчать? Ты же здесь уже примерно четвертый час где-то стоишь, а? Я уже столько дел успел поделать Я уже себе там даже гараж начал обустраивать Там и для тебя второй сральник будет Ну к черту этого деда старого Да ты подожди, да в смысле к черту, да? Ну может он еще не успел прийти Он тебе хотя бы время называл, когда он придет? Все мужики КОЗЛЫ! И это тоже А че ты так радикально ко всем мужикам-то относишься? Ну я не могу понять Ну баб! Да придет он еще, да че ты там Лишь бы пообижаться Лишь бы лишний раз Ой, все сказать Ну сказал дед то, что сегодня придет Значит придет Как бы на самом деле уже ночь практически на дворе Даже не середина дня Я че-то загнал А деда до сих пор нет Бабуль! Иди сюда! Дед приехал! Иди сюда! Давай, 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 давай Беги, 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 беги Красавица наша районная Посмотри кто пришел Да и не сам Еще и друзей привел Дед, ты с ума сошел Ты не мог Uber заказать На такси приехать Мой принц приехал Во-во Королева всей моей жизни Спускайся Время свидания пришло Ля У вас тут ролевые игры какие Дед, ты прикинь Она уже ныть начала Говорит то, что не придешь Не придешь Пришел же Милок Я сейчас просто растаю Бабуль, бабуль Держи себя в руках В руках себя Держи в руках Я понимаю то, что дед видный Видишь какие у него гучи линзы Дед! Видишь какие? Через эти гучи линзы Дед точно хейта не видит Поэтому бабуль Ты как бы за него держись Ты смотри Романтик какой Романтик Деду уже лет 90 Ему в гроб скоро пора Ты смотри Какие он тебе романтические свидания устраивает Это на лошадях Арендовал лошадки эти А может даже не арендовал Может у него своя ферма есть Он такой милый Я бы сказал он такой старый Ну в принципе и ты не моложе Но как бы Никто не запрещает 85 лет Идти на свидание Да? Типа любви Все возрасты покорны Как там говорится Дед мы сейчас спустимся Пошли бабуль Пошли 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 Ну как бы видишь Везде есть свои плюсы Твою хату ограбили Ограбили Давай спускайся Милок я волнуюсь Да не парься Не ссы бабуль Все будет хорошо Со мной тысячу раз такое было Ну в смысле не тысячу раз То что я с мужиками На свидание ходил А то что Панталоны вспотели Мне страшно Ну поменяй панталоны Если вспотели Вот Возле освежителя Передержа Постой 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 А можешь сразу на него залезть Да Он там тебе все освежит Вонять не будет Видный дед Просто реально Видный дед Ты уже думала То что ты в одиночестве Помрешь Да? То что твой дед Как бы ну уже давным-давно Там в гробу переворачивается А тут посмотри Какой судьба Какой шанс тебе преподнесла Бабуль Ты готова? Маникюрчик покажи Маникюрчик Все Все на месте держится Сзади прическа Кучери Все хорошо В общем бабуль давай Жених И невеста Тили-тили Фиеста Садись бабуль И уматывай в закат Время приключений пришло Да С этим дедом Мне кажется Точно себе приключения На задницу найдешь Поэтому давайте Я вас поздравляю Молодожены Чтобы дети родились Чтобы у детей Внуки родились Как бы даже не важно То что вам по 85 лет И это наверное Уже невозможно Ну удачи вам Удачи Романтик Просто романтик Я не знаю Мне тоже надо будет Катюхе такую свиданку устроить Арендовать лошадей Зимой примерно В Новосибе И подкатить к подъезду В минус 45 Вот Катюха расчувствуется А лошади с ума сойдут От такой холодрыги Ой Ну с одной стороны Я как бы могу Продолжить свой капитальный ремонт Да Ключи дайте-ка я повешу Вот сюда Они у меня всегда Вот здесь будут висеть А плойечку надо поставить Возле телевизора Но желания сидеть дома Как-то нет Я тоже Я тоже же человек Я тоже хочу свидания Я тоже хочу пойти на улицу И погулять Ладно все Хватит дома сидеть Ну реально Ну задрот задротом Но иногда же на улицу Нужно выходить Поэтому я сейчас Так же отправлюсь в центр Последую за дедушкой Последую за бабушкой И Я не знаю Хотя бы посижу в пивнушке Чаечек попью Что еще делать А может вообще Кильвирочке зайду Мне тоже нужно Кутикулы подровнять Лишь бы что-то поделать А то в этом гараже Реально с ума можно сойти Алло Ну сигналишь ты Сигналишь ты Молодец большой А почему ты не газуешь Та Ёперный театр Я же реально забыл То что этот квадроцикл Не на батарейках же работает Не на священной силе духа А на бензине Заправлять-то его Как-то нужно А бензина у меня нет А там же заправка В той стороне Ой А вы что здесь Тогда я к вам присоединю Сейчас подождите У меня бензин просто кончился Сейчас в эту сторону разверну У меня бензин просто кончился Вот поэтому Я ехал куда-то в город А тут вы сидите А что вы меня не позвали Я бы тоже с вами здесь Пожрал бы что-то Небось вкусненького Бабуля мне уже давно Но просто не готовит Эти Борщи Да Официант Официант Подойдите пожалуйста Я вас слушаю молодые люди Так подойдите сюда и слушайте В общем Так записывайте Тут заказ большой будет Мне пожалуйста Борщик Борщик Мне борщ Две порции Так Что еще можно Заварите ко мне чайоку Чайочек заварите мне пожалуйста Молочный улун Если можно Хлебушек нужен Не-не-не-не Хлебушек не нужен Вообще не люблю хлебушек Плов Мне плов с курицей пожалуйста С куриными крышками Плов И давайте еще Третий Давайте салат из морепродуктов Есть у вас Примерно будет готовиться 20 минут. Да, 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 вообще без проблем. Да, давайте. А, подожди, 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 подожди. А, официант! А, бабуле жирного нельзя, если можно бабуле морковку сырую. Килограмм. А дед... Деду, в принципе, вообще, наверное, ничего нельзя. Он уже старый. Организм пищу не переваривает. Ну, давайте деду... Давайте сельдереевый фреш. Дед, будешь сельдереевый фреш? Будет, будет. Все, давайте. Давай, 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 давай. Ну, что рассказывайте, молодожены? Ну, пока что еще не молодожены. Когда свадьба-то? Когда свадьбу бабахать будем? Милок, ты случайно не хочешь пойти на... Куда? Куда? Ты че? Ты откуда такие слова-то выучила, баб? Ты своего родного внука посылаешь на две звездочки? Да, малец, ты действительно не хочешь пойти на хутор бабочек ловить? В смысле? То есть, как только вы начали мутить, да, бабуля про своего сводного внука забыла, а ты забыл, кто у тебя гараж, да, купил? Слушай, иди сюда. Да че надо? Бабуль, ты скажи этому деду, он вообще, по-моему, уже офигел. Да и ты тоже! В смысле, куда ты меня посылаешь-то? Милок, не порть ни свидания, свали отсюда, по-хорошему. Это че? ЧСВ? Это че? ЧСВ? Зажрали? Офи... Подожди, официар! Отмените заказ! Ааа, вот оно как. Как только мужика себе нашла, сразу про внучка, да, забыла? Да эта шняга не газует, конечно, бензин-то кончился. Ну, давайте, и удачи вам тогда в жизни, удачи, чтобы... Удачи вам всем, да! Влад! До свидания! Посмотрите на них, ладно, хорошо, хорошо. Я пойду на заправку, я себе заправлю свой вот этот квадроцикл и покатаюсь по городу. Не нужна мне никакая бабушенция и дедушенция. Не, с другой стороны, как бы это я, наверное, что-то неправильно сделал. С другой стороны, как бы я должен же быть рад за бабушку. Ну, то есть, у бабушки нет деда. У бабушки ограбили хату. А я че? Она живет сейчас со мной в гараже. Дорого! Заправьте, пожалуйста, это... 93-м бензином, 20 литров, если можно. Ну, бабульке же счастье нужно. Если она будет счастлива с этим дедом, ну, что мне поделать? Ну, не будет она же до конца жизни жить у меня в гараже. Это же... Ну, по крайней мере, это моя часть вины, то, что у бабушки забрали квартиру. Да, в смысле, какая часть вины? Это только моя вина. Если бы не я, то бабушка бы себе спокойно продолжала там жить. Это же из-за меня эта вся заварушка произошла. А, нет, подожди, подожди. Давайте, давайте не 93-й бензин, давайте солярку. 20 литров. Определитесь уже. Давайте соля... Хоть... Не, давайте все же 95-й бензин. Давайте лучше 95-й бензин. 20 литров. Вот, поэтому... Свадьбу сейчас... Алё. Разрешение. Не надо, да? Заправляйте, не садитесь на него. Вот, свадьбу-то мы забабахаем с вами в следующих сериях. Если, конечно, у бабки с дедушками там все хорошо будет. Свадьбу забабахаем. И потом бабульку отправим на... На ферму деда. Если у него есть какая-то ферма или квартиру. И будут жить они там... Да сейчас я вам дам. Держите, держите тысячу рублей. Вот. 300 рублей сдачи. Вот. И будут они там жить себе, доживать, добра наживать. Уже, ну, реально, немного им осталось, поэтому... Вот. Сдачу! 300... Аккуратно! Гонщики нелегальные! Ёперный баба! Это что за собрание картингистов? Да аккуратно сейчас вся заправка на воздух взлетит! Да вы хотя бы аккуратней можете припарковаться, что ли? Летают шумахерни доделаны! Я лучше оттуда... Высойте полицию, пожалуйста. Как-то мне страшно на душе стало. Не сбейте мою тачку. Вот этот квадроцикл. Не сбейте, пожалуйста. Кто это? Что это? В коробке эти? Это кто такой? Это ты? Кто это такие? Не знаешь? Ладно, сам спрошу. Молодые космонавты, здравствуйте. Наверное, это не входит в мои компетенции. Точнее, ваше и не мое дело, как бы. А вы кто ядрить колотить такие, а? Те, какая разница? Ля, посмотри. Сразу как заговорили. Ну, в смысле? Вы как бы здесь чуть меня не сбили? Чуть заправку на воздух не подорвали? Чуть мою тачку не передавили? Мне просто интересно, что за нелегальные гонки вы здесь устроили? Мы команда стритрейсеров. А как команда называется? Слушай, я всю жизнь мечтал в гонках поучаствовать. Вот реально, просто всю жизнь. Ты смотри. А у меня... У меня же, кстати, тоже картинки есть. Вот этот карт-машина у меня тоже в гараже. Прикиньте, только она не такая, конечно, крутая. Она просто белая, да и мотор у неё не такой. Ну, какой-то там, ну, на лошадок 50 точно меньше. Слушай, как команда называется? Возьмите меня в команду, а? Давайте погазуем. А то чё, как бы я всю жизнь граблю, да граблю. Надо себе какой-то хобби, да найти. Тебе какая разница, кто мы такие? А вы чё такие борцы? Я не могу понять. Отвали! У... О-о-о-о! Заправщик, держите меня с севера! Слушайте, вы криньи-боберы! Сейчас вздручу. И тебя, и тебя, и тебя, и тебя вздручу. Ваши тарантати тоже вздручу. Не зря я 95-м бензином себе... Ну, ну, короче, вы... Давайте, давайте, да, давайте, давайте, сейчас, сейчас загазуем, короче, давайте делаем так, делаем так, кто первый обеет вот этот дом слева и вернётся сюда же на заправку, если я вас дрючу всё же, я вступаю в вашу команду гонщиков, и вы ведёте меня на свою трассу, где вы чаще всего гонки устраиваете, и даёте мне прикатиться на этом картинге, по рукам? Ну, тогда давайте, окей, хорошо. Все готовы? Заправщик, встань, пожалуйста, перед нами и дай отчёт, на счёт три стартуем, перед нам только отойди чуть-чуть, чтобы по рукам, но ты будешь только дым глотать, сейчас мы посмотрим, кто-то дым будет глотать, кто-то что-то другое будет глотать, ну, в смысле, то, что вы подумали. Раз! Два! Трис! Погнали, 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 погнали! О, воу, 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 вопта, ну, мы вроде, вроде пока что наравне держимся, вроде пока что наравне... Ща, я вырву лидерство! Вот сюда, сюда, налево, и... Так, подожди, а двое отстали, двое, двое отстали, двое куда-то врезались. И у них, конечно, тарантайки слишком какие-то быстрые, где двое, где стальные? Они там сзади едут, ну, хотя бы двоих я вздрючил уже. Стойте! Стоп, 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 чтобы у вас, тарантайка наша заглохла! Ну, двоих я вздрючил. Ну, что, ты убедился в том, что ты нубас? Да, ну, басос ты, конечно, дикий. Ты-то куда лезешь, заправщик? Проваливай отсюда! Ладно, 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 как я понял, вы здесь где-то рядом, да, шиваетесь? Ничего, 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 ничего. Я свою тарантайку тоже затюлингую! Верну сюда через дня, два, три, и вздрючу вас всех! И заберу вас, ваши тарантайки. Хотя нет, у меня есть план получше. Иди отсюда, гонщик нашелся. Хорошо, хорошо, ну, а, да-да-да, у меня план есть получше. Я внедрюсь в их команду, вычислю, где у них гараж с этими тарантайками. Как бы тоже не стоит меня недооценивать, не стоит забывать то, что я все же не гонщик, а я все же грабитель. А в этом гараже, ой, как много крутых машин, которые стоят, конечно, не по 120 тысяч, как та синяя тачка, но по 1050-60... 100 процентов. Ага. Бабуль! Ну что, вы закончили-то? Дед, ты с ума сошел? За Россию, за Родину Да за какую Бабуль, он у тебя с ума сошел этот дед? Что он делал? Да успокойся Ты что всё ломаешь, дед? Ещё и меня сейчас перевозят Да всё-всё-всё-всё, хватит Не лезу, не лезу, не лезу Да дедуля на стоечке Жахнул вторую мировую войну, вспомнил Бабуль, давай мы потихоньку будем отсюда свал... Я не люблю то, что у него в коллаж руки был. Вот они, вот они, ловите их! Ой, божечки, божечки. Так, молодые люди, кто за это платить будет? Тот, тот, кто хулиганит, тот и платит. Зачем ему настойку продали? Я сказал, что ему максимум сельдереевый сок можно. Да вот, внучок заплатит. Пошли, дедуля, сериальчик посмотрим. Ну что, молодой человек, вам придется за это платить. Платите или тюрьма? Платите бабло, быстро. Господин полицейский, тут у нас такая ситуация произошла очень странная. Давайте не надо тюрьму, тюрьму, тюрьму не надо, пожалуйста. Ща, 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 ща разберемся. И с вами тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok